Микс Ньюс Продолжаем работу в прямом эфире. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Секретарь президиума парламента Андрей Климентев, который, я думаю, наши радиослушатели знают, долгие годы работает в комиссии Сейма по социальным делам. Это очень важная комиссия, особенно в свете ожидающейся индексации пенсии. И вот этой проблемы надбавок за стаж тем пенсионерам, ну, так можно условно их назвать новым, которые начали выходить на пенсию с 2012 года. И по сей день обо всем об этом поговорим. Но еще было одно интересное решение комиссии парламента. Вот с обсуждения этого решения мы, наверное, начнем. Добрый день. Да, добрый, да, совершенно неожиданно. Очень грамотно отмечено, что резидентная комиссия вынесла решение о том, чтобы готовившийся проект изменения гарантийного минимального дохода, который подготовил Министерство благосостояния, на стадии еще подготовки и передачи его на утверждение в кабинет министра взял под контроль госконтролер. Я расскажу немножко предысторию. В среду госконтролер вышел с очень жестким результатом ревизии по поддержке малоимущих в Латвии, в своем управлении, потому что она неэффективна, она не имеет цели. Социальная помощь не видит ни объект, которому оказывается эта услуга, ни результат этой помощи. Только самоуправление за год платит 250 миллионов на всевозможные проекты, связанные с социальной помощью. То есть чаще всего это очень большие деньги. Это фантастические деньги. Это большие деньги. Не забудьте, что это всего лишь самоуправленческая помощь, там же есть еще сумасшедшая поддержка стран государства, ГАИМИ и все остальное. И представительские деньги вкладываются в какие-то мероприятия, которые не несут никакую пользу, так как по их заключению деньги тратятся, а люди не живут лучше. То есть есть более эффективные способы оказания помощи, услуг, для того, чтобы люди чувствовали более защищенные. Или наоборот, концентрация одной категории лиц, которые нуждаются жестко и очень... А есть люди, которым по большому счету другой вид помощи нужен. Поэтому госконтролер, конечно, разбомбил это все. И на этой волне я говорил, ну вы знаете, что сейчас... Еще раньше это сделано в Константинском суде. Да, в Константинском суде, да. Это ГАИМИ, где гарантирует минимальный доход, где Министерство благосостояния совершенно непонятным образом, математически добавив какие-то изобретенные проценты и суммы, предлагает Кабинет Министру потратить еще 93 миллиона. То есть я попросил представителя комиссии внести в повестку будущих ревизий или проверок. Как раз это проверка этого конкретного проекта, который еще не утвержден, что очень обиделся Министерство благосостояния, говорит, что они не имеют права передавать никому еще непринятый закон и проект. Я сказал, что, извините, здесь для того, чтобы не было в последствиях ошибок, пускай посмотрят профессиональные люди, которые особенно только что делали ревизию в вашем хозяйстве. Да, действительно неожиданная вещь. До 1 октября, до получения бюджета в парламенте, до того, как это будет утверждено депутатами, мы увидим взгляд со стороны на эту проблему. Вы понимаете, здесь такая очень больная тема, так как у нас из-за полного отсутствия обратной связи, я думаю, со стороны как раз людей, которые получают пособия, у нас много средств тратится на общие мероприятия, но не доходят до самого конкретного человека, до его необходимого пакета необходимых услуг, которых давали бы возможность достойно жить. Вот это самая тяжелая тема. Нет до сих пор, так называемая, социальная корзина, как она выглядит, что необходимо человеку, где необходимо ему... Вот это минимальная потребительская корзина. Да, 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 все это, к сожалению, тоже указано было в ревизии. И проживочный минимум тоже до сих пор они не учат. Да, 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 вот это все эти вещи, мил, так называемые в русском языке, минимальный и анаком слымянс. Да. То есть, да, это совершенно все висит в воздухе, и поэтому вроде бы деньги тратятся большие, и государство с каждым годом становится все более благоприятным для фискального пространства. А реально люди живут почему-то, те, которые попали в сложную ситуацию, хуже и хуже. Поэтому, естественно, это был вопрос номер один. Завтра у меня запланирована встреча вместе со своими коллегой Андреем Чакшей, с замгоссекретаря, нет, он даже госсекретарь сейчас, министерства Белгостана для того, чтобы он все-таки разъяснил нам цели. То есть, будет одновременно надзор госконтролера, встреча завтра двух депутатов, которые работают в профильной комиссии как раз на эту тему. Мы хотим понять, например, такие вещи странные, которые до сих пор существуют в Латвии, когда, например, ребенок инвалид с детства, у него поставлен диагноз, он вырастает до 18 лет, он до 18 лет получает социальные какие-то льготы, а когда он становится уже после 18 взрослым человеком по возрасту, ему назначается пенсия, и отнимаются все возможные льготы. Это же абсурд какой-то. Это абсурд, потому что... А что он здоровым становится к этому моменту? Он становится еще более в худшем положении, так как, понимаете, к ребенку к нему относятся и станции по-другому, врачи по-другому, а тут он становится уже большим ребенком, и он становится еще больше, как бы, ну, не скажем, проблемой, вопросом для родителей, они не сдают его в спецучреждения, и тем самым они сами не могут реально участвовать на рынке труда, то есть ему еще что-то снимают. А размер пособия, это не пенсия, это пособие в таком же самом размере. Ну, то есть вот как бы вот эти много таких вещей, которые вот как бы две тысячи с половиной таких людьми, которые находятся в таком сложном положении, и до сих пор государство не может развалить. Вот завтра это будет одна из ключевых тем. Или, например, вот я тоже на комиссии здесь столкнулся на этой неделе странной ситуации, Министерство обороны, естественно, направляет своих служащих, которые были в опасных точках, в грязных точках, на реабилитацию в социальную, в юрмальские, так называемые, социальные специальные учреждения. Да, есть. Да, и они проходят, это вполне логично, то есть я был всегда за то, чтобы эти люди не вливались моментально в общество, может, они оказывают даже какое-то влияние на общество, тем более мы понимаем, что тяжело. Ну, понимаешь, что тяжело психологическое травма, надо им каким-то образом адаптироваться. Да, я это понимаю, но тут Министерство обороны решило, что они имеют право брать с собой детей своих и жен, и за счет государства там проходить реабилитацию. И так подождите, подождите. Вот у меня только что была встреча, конкретный случай, ребенок стал как бы взрослым, после 18 лет ему могут оказать реабилитационную помощь в Вайверах, а для родителей, без которых он не может жить чисто не психологически, а чисто физически, необходимо полностью оплачивать стоимость путевки. Вот там почему-то вы не видите проблему, что он совершенно беззащитен, этот взрослый ребенок, что необходимо тоже оказать ему какую-то помощь. А вот солдату, извините меня, который прошел опасную горячую точку, мы тут делаем и семье подарок и так далее. То есть какая-то странная у нас деформация. Тут мы с одними бегаем. У него это работа. Он принял эту работу как вызов. У него есть контракт. Он в этом выполняет контрактные вещи. Он получает деньги за это. Он получает довольно хорошую зарплату. И как бы у каждого свои задания. Но извините, если он проходит реабилитацию, то мы лечим его, а не создаем ему семейный отдых, в конце концов. У него есть возможность за день купить поездку в любую страну мира и также с самой семьей провести отдых. И тем более опять за счет общих денег. Они говорят, вот это министерство обороны оплачивает. Я согласен, что министерство обороны сегодня богатое министерство. Но у меня параллельно проходят другие льготы. Хорошо, что комиссия услышала аргументацию и сняла с поездки дня этот вопрос. Не знаю, как он будет решаться. Скорее всего, если продавят словики, хотя во время этой дискуссии мы скажем, «Ребята, давайте еще одной категории лиц дадим возможность». Вынуждено проходить реабилитацию в таких условиях. То есть в любом случае много абсурда сейчас всплывает из-за того, что у государства сегодня как бы там не было странно. Есть финансовые средства. То есть бюджет по большому счету на хорошем состоянии. Пришли европейские деньги на развитие страны, неплохие планы на будущее. Есть возможность до сих пор участвовать в самоправлениях, в освоениях фондов, которые давались на преодоление проблем, связанных с пандемией. То есть в любом случае я не вижу жесткого напряга с бюджетом, поэтому получаются такие странные неадекватные вещи. Вот еще один момент. Вы уже упомянули целый ряд решений Конституционного суда, которые фактически разнесли в пух и прах вот ту социальную политику, которую государство проводило на протяжении, наверное, последних двух десятилетий. И вот эти минимальные гарантии на доход 64 евро, ну это просто действительно издевательство в месяц. Но теперь возникает другая проблема. Какую сумму установить с одной стороны, чтобы действительно обеспечить человеку более-менее достойное существование, а не с другой стороны, чтобы люди работающие не сказали, что выгоднее уже теперь получать это пособие. И с третьей стороны мы знаем, что все эти социальные выплаты лягут на плечи самоуправления. И самоуправление ведь выплачивает их. А самоуправление сейчас отбирает большие деньги. Вот как это все сбалансировать, что говорят в комиссии Сейма? Дело в том, что прежде всего Конституционный суд не сказал, что мало платят. Они сказали, что нет методики, разработанной научным образом, для того, чтобы понять, из каких сопоставляющих сумм это складывается. То есть здесь прежде всего необходимо четко выработать алгоритм, из каких услуг, из каких продуктов питания, из каких элементов бытовых складывается необходим минимум. Потом необходимо четко знать, для чего эти пособия выплачиваются, для того, чтобы человек получил образование, чтобы он пошел какие-то курсы, чтобы он, в конце концов, возможно, приобрел какую-то недвижимость, там, где он мог жить и так далее. То есть мы говорим о том, что любое пособие, и Конституционный суд говорит, он должен быть разработан с четкой методикой, откуда это получилась цифра и для чего. Вот, например, мы сейчас подготовили иск в Конституционный суд, сегодня подписали все депутаты. Один остался депутат для того, чтобы был документ правомомочный, и господин Адамсон подпишет его завтра, и мы будем готовить его передачу в Конституционный суд для Чернобыльского пособия, так называемого. Он очень составляет около 100 евро. Вот объясните, кто эти деньги придумал, вот именно 100 евро. Что ликвидатор Чернобыльской АЭС на эти деньги имеет право делать? То есть если мы рассчитываем медицинскую корзину, ему не специально лекарства, необходимые специальные курсы лабилитации, ему не специально необходимо посещать какие-то определенные врачей. Вот рассчитаем стоимость всех этих услуг, и тогда он продлит возможность нахождения в здоровом состоянии до какого-то определенного времени. То есть мы прекрасно знаем, вот должен быть четко расчет. Медицинские услуги, реабилитация, таблетки, фармацевтические какие-то эти мероприятия, и он в этот момент продлевает свою жизнь на столько-столько лет. То есть мы знаем сколько, а не 100 евро просто так дали за что-то, а вот конкретно мы знали, если это будет больше, то есть мы спрашиваем у суда, вот если вы считаете, что должен быть четко прописанная формула, куда мы идем, то есть я хочу, здесь тоже просчитали, вот рассчитайте, сколько стоит медицина его, и куда мы идем. Вот мы пройдя вот такие курсы социальной реабилитации, медицинской реабилитации и фарма-реабилитации, он получит там безбедно еще 5 лет жизни. Хорошо, и вот каждый год мы тогда будем продлевать этот возможный барьер нахождения этого человека в сложной ситуации, потому что мы знаем у них проблемы со здоровьем, то есть оттягиваем возможности или там невозможность выхода на пенсию по инвалидности и так далее. То есть мы знаем цель и знаем, сколько это стоит. Вот из этого должно выходить пособие для деклара Чернобыльской. Вот в этом должно быть все. У человека проблема в семье, у него там взрослые дети, но у него не хватает денег на образование. То есть мы концентрируемся, мы дадим деньги на обучение детей, через 5 лет они получат дипломы, тогда если представил уходитель, он сможет содержать. То есть мы по-другому решаем. А тут человеку просто необходимо купить, может быть, бензопилу или какой-нибудь станок, для того, чтобы он начинал работать и зарабатывать для себя или для других. То есть мы должны эту помощь... Да, мы не такая большая страна, потому что есть конкретные вещи, например, одному человеку с инвалидностью необходимо, может быть, купить скутеры, а не коляску без привода, да, и он станет, например, почтальоном, грубо скажем, в своем маленьком пагосте. Надо думать, как вам помочь, вернуть его. Мы должны 100% выходить на кивленные вещи, не просто пытаться дать для вида всем по чуть-чуть и делать вид, что мы выполнили социальные гарантии. Вот то, что ты сказал, это какая-то очень важная вещь, потому что ведь это можно вот этот индивидуальный подход распространить и на ту же нашу налоговую систему. Когда ведь мы говорим, что вот там такой-то необлагаемый минимум, такой-то... Надо ведь не только на зарплату ориентироваться, а на то, сколько иждивенцев в семье, сколько вот детей. Может быть, там, не дай бог, ребенок-инвалид, или двое-трое несовершеннолетних детей. Понятно, что расходы на содержание этой семьи, допустим, больше, чем у одинокого человека. Согласен. И понимаешь, даже вот по поводу ваших гонораров, да, сейчас новая идея. Ну, имеется в виду авторские вознаграждения. Все ваши гонорары взять и обложить каким-то дневным налогом. Но дело в том, что один гонорар, это художник делает там раз в два месяца какой-то там шедевр. Это одна история. Это одна история. А другой, когда бьется медиахолдинг, который придумывает, что у него нет журналистов в штате, что у него есть как бы свободные художники, авторы, которые делают все равно каждый день сюжеты. Эти сюжеты показывают по телевизору, но всем платят гонорары. Алло, у тебя бизнес, у тебя рекламный рынок ты занимаешь, у тебя сумасшедший штат, у тебя сумасшедший офис, у тебя все как бы приходят на работу вовремя и делают, четко знают, что эта работа будет и завтра, и послезавтра, а ты придумал оптимизацию налогов, чтобы не платить лишние налоги. А потом эти бедные журналисты оказываются в ситуации, когда банкротировало телевидение. Какой-то канал был. И оно как раз все ребята говорят, слушайте, у нас нет никаких выплаток. Правильно? Потому что вывезли на гонорарах все. И вот они начали поднимать проблему, что за социальная защита. А критиковали с экрана очень грамотно всю нашу братью, что мы пытаемся с них налоги. Нет, я считаю, что ты правильно говоришь, индивидуально видно, что это художник, у него гонорарная система, одна история. А это уже штатная работа. Да, то есть видишь, что он регулярно пишет или регулярно в телевизору показывает сюжеты свои. Все, ребята, закричат договора. Видишь, что оптимизация идет через юридические услуги или через бухгалтерские. Пожалуйста, давай становись нормальным клиентом. Это то же самое и с микропредприятиями. Конечно. Микропредприятия, специальные группы выводятся. Это просто законная оптимизация налогов. Да, и я думаю, вид это очень хорошо видит. А то мы сейчас будем любого сапожника загонять в гугл. Составка, как сказали, 170 евро в месяц. А он не уверен в сапожник, что у него будет столько же клиентов, как и сегодня. То есть сегодня у него будет... Это же индивидуальная работа. Он же от клиентов зависит. Конечно. И самое интересное, что он будет делать в тот момент, когда у него не будет трех клиентов в день или там 10 в месяц для того, чтобы поддержать свою обувную мастерскую. Он уйдет на биржу труда, станет социально неблагополучным, и тогда государство будет платить сумасшедшие деньги условно для того, чтобы он вернулся на рынок труда. То есть я имею в виду сумасшедшие деньги, потому что у нас очень много тратится деньги на всевозможные курсы перификации. У нас сумасшедшие деньги тратятся... А насколько они эффективны, это еще можно дискутировать по этому вопросу. Андрей Климентин, суди депутат Сейма, от фракции Согласия. Вот во второй части поговорим про эти доплаты за стаж пенсионерам. Но все-таки я помню, что в одном из предыдущих эфиров, это было, правда, еще несколько месяцев тому назад, ты сказал такую интересную вещь, опираясь на твой очень большой опыт работы в парламенте, что в этом парламенте отношение оппозиции к оппозиции стало еще хуже. И при этом качество работы депутатов или новых депутатов заметно ниже, чем в предыдущих парламентах, потому что действительно у тебя есть с чем сравнивать. Сейчас ситуация, может быть, ковид как-то помог, не знаю, сблизить оппозицию или правящую коалицию, потому что одно дело делаете все-таки вы. Нет. И я тебе скажу почему. Сегодня было очень интересное интервью Ай Барчи, независимой газете, где она рассказала... Это бывшего депутата Сейма. Комиссия, честно, руководитель Федерации пенсионеров, где она тоже жалуется на то, что, например, в социальной комиссии уже два года обратно был хорошо разработан проект по поводу доплаты к пенсии тех персон, которые вышли на пенсию после 2012 года за стаж 96-й год и выше. То есть и как раз этот законопроект, который мы готовили совместно с Федерацией, он был подготовлен совместно с Министерством Благостани, он находился в идеальной форме для того, чтобы его утвердить и выплаты начинались бы уже с начала этого года. Но как раз отношение к оппозиции, отношение к тому, что не хотели поддержать и Федерацию пенсионеров, и рабочую группу, которой я руководил, как раз не дали возможности этому проекту запуститься, хотя Министерство Благостани заявило недавно здесь, что это приоритет номер один для них, что они считают, что несправедливые люди после 2012 года не получают доплату. Сегодня, как заявила Барча, это порядка уже 60 евро пенсионер, который уже больше 40 лет. Не для всех, в среднем это на 15, 25 евро каждый месяц, а вот для пенсионеров, которые уже в стаж больше 40 лет, это уже будут совсем другие цифры. И, говорю, она назвала цифру 60 евро, она знает, про что она говорит, и тем более сейчас будет проходить индексация, где, которая в среднем тоже на 12-15 евро поднимет пенсии, значит, они тоже будут в такой ситуации не очень благоприятные, так как индексация коснется в том числе доплаты для людей, у которых эти доплаты есть. И я сегодня в парламенте открыли закон о пенсиях, и начнется дискуссия в комиссии, у меня законопроект подготовлен, я уже его распечатал, я вот думаю, если я подам его, опять будет такое же отношение, или все-таки поймут, что для министерства Благосостояния приоритет номер один, порядка 145 тысяч пенсионеров ждут этого решения. Может, как бы снизойдет большинство комиссии, правящие, скажут, да, действительно, хоть в следующем году, хоть в 22-м году это сделан, в любом случае, есть то, чтобы начинали процесс перерасчета пенсии. Ну, пока нет у меня такой уверенности, поэтому поправка будет подана, но насколько она будет удачно утверждена, я не могу еще не обещать никому. Так что на твой вопрос, насколько я сейчас чувствую более комфортно с этими товарищами, я скажу, что нет, до сих пор идет жесткая конкуренция, и ни конкуренция, ни идей того, являющегося членом коалиции или нет. То есть, если ты коллекционный, то любая глупость, она будет утверждена, как сегодня, например, запрет на Георгиевские ленточки. То есть, понятно, дискуссия большая. К примеру, говорю, вот это вот идет на ура, такие вещи запрещаются даже без всякой научной основы. И там, по-моему, дебаты были целый час об этом, как будто это самая главная проблема. Георгиевские ленточки. А вот как раз закон о пенсии, 145 тысяч пенсионеров, которые недополучают доплату, и опять индексация октября недополучит повышение обещанное и заслуженное, это никого не интересует. Поэтому, в данном случае, я скажу, что да, плохо все, приходится всевозможными другими способами тормозить глупые законопроекты, о которых я уже рассказывал сегодня, но идет партизанская работа, а не нормальный открытый диалог с партнерами, коллегами и, возможно, и друзьями по социальной комиссии. В любом случае, идет сорвновательная такая непонятная суета. Андрей Климентев у нас в студии. Приверемся ненадолго, буквально пару минут. Не переключайтесь. Еще раз добрый день. Андрей Климентев у нас в студии, депутат Сейма. Вот то, что мы вернемся к тому, о чем мы говорили буквально перед самым перерывом. Вот с одной стороны, действительно, правящие депутаты, им же надо с чем-то или придется уже скоро, через два года выбора в Сейм, в следующем году выбора в самоуправлении, ну, к Америке, им же надо бы с чем-то идти к населению. Ну, три по пятьсот, я так понимаю, не сработало, уже не будет, поскольку, ну, максимум, что в следующем году говорят, что будет действительно минимальная заработная плата, пятьсот, но необлагаемого минимума пенсии и зарплаты пятьсот точно не будет. Это же от этого сами новые консерваторы отказались. Теперь вот непонятная ситуация с доплатами пенсионеров. А с чем вообще правящие, я понимаю, что это их проблемы, но, тем не менее, с чем правящие пойдут к народу? Пока мы вместе работаем, мы как бы несем ответственность за тот результат и за тот продукт, который мы делаем. Это потом мы будем тыкать друг друга пальцем и хотеть, чтобы это сделать то или не то. То есть в данном случае я тоже считаю своих коллег по комиссии все-таки еще союзниками, и поэтому еще завтра встречаюсь с правящими депутатами в рамках переговоров по гарантированию минимального дохода для того, чтобы попытаться немножко развернуть эту математическую формулу в сторону людей. То есть нельзя линеарно всем предлагать пособия без проблем, в том числе обязательно. Я подниму вопрос и доплат, спрошу госсекретаря, насколько он готов эти сроки уже сегодня обозначить. Он нам скажет, что он зарядил эти деньги в бюджет будущего года, но, насколько я понимаю, министра финансов, господина Раэрса, он нам готов только выделить 93 миллиона для того, чтобы подняли пособие. На пенсию он деньги не готов давать. Поэтому есть у меня варианты, возможно, начинать не так стремительно перерасчет этих пенсий, то есть начинать с людей не 2012-го, 2013-го года, хотя бы 2012-го года кто ушел на пенсию, перенеси 2013-й год на 2012-й год. В любом случае другие алгоритмы, которые не столько финансово тяжелые. Но да, необходимо этот процесс запустить, потому что каждый день идут пенсионеры, не назначают пенсии, то есть претенденты на пенсию, они в конце концов недополучают эти деньги. Поэтому чем раньше мы запустим, тем раньше мы догоним этот хвост, который каждый год уходит от нас. Что касается денег, то там на будущий год, по моим расчетам, это 7 миллионов, это вообще не очень большие деньги для социального бюджета. Например, миллиардные выплаты идут плановые, так что ежемесячно. Так что да, есть о чем поговорить, но дело в том, что министр у нас слабый. Я всегда здесь с коллегами обсуждаю не личное качество, а профессиональное. И очень много комплиментов всегда от министра финансов. То есть самый удобный мини за последние годы, Роман Петрович, который доволен министром финансов. Это, понимаете, это вообще какая-то катастрофа. Еще недоволен вечно Илзе Винтеле, который вечно требует для медицины денег и деньги выцарапывает у них. Напомню, что медицина в этом году действительно реально получили хорошие доплаты бюджетные. А сейчас сами медики все-таки 20% не дополучили. Но в следующем году я слышал в коридорах Минфина, что будут выплаты. И наконец-то мы выйдем на тот уровень, который мы обещали людям. Я доволен, конечно, что в бюджете следующего года будут выполнены обещания педагогам и медикам. То есть эти два приоритета. Наконец-то под давлением оппозиции и под давлением общественности. Здесь очень большую роль, сказали, общественные организации, профсоюзы. Эти вещи две продавят. Да, это хорошо. Но да, под давлением Конституционного суда, скорее всего, продавятся две вещи, связанные с пособиями для самых незащищенных. Но, к сожалению, что касается пенсий, они будут, ну, не буду никого обманывать. По информации Минфина будут очередной у нас отложены. Вот я хотел бы как бы договориться с министерствами, чтобы это как бы если не попадает в бюджет 21-го года, хоть до 22-го года начинали работать. То есть мы должны в этом парламенте эту вещь поднять. И уже сейчас, чтобы не было отскок, как в 21-м году скажут, что денег нет. Это, конечно, звучит очень нудно, тяжело, тяжелый как бы проект. Но да, тут не хватает мне поддержки тех людей, которые дома социально ориентированы. То есть очень много людей, которые попали в парламент не с глубокими знаниями в социальной политике и не понимают, что, не доплачивая сегодня пенсионерам, мы закладываем очень большую бомбу в будущее. То есть эти люди, которые не будут нормально питаться, люди не будут нормально платить коммунальной экономии, тем самым тоже вызывать всевозможные хронические заболевания. Я говорю про отопление, про дрова. То есть у нас до сих пор такие проблемы тоже в стране есть. Многие люди живут еще и от бойлеров, экономят электричество, многие люди живут еще на дровах. 21 век. Не, я просто объясняю, что я прекрасно понимаю, что не доплачивая сегодня пенсионерам, мы в будущем порождаем хронические заболевания, которые будут выражаться в инвалидностях, будут выражаться опять в сумасшедших чередях к медикам и так далее. То есть в данном случае я, как человек, понимая портрет своего избирателя, знаю, что если мы достойно сегодня будем платить пенсионерам, то в будущем мы избежим очень много проблем, прежде всего со здоровьем. То есть у нас же пенсионеры не по году рождению, а по здоровью. Пока люди способны по здоровью работать, они находятся в активном поиске работы и работают. А как только он начинает заболевать, тяжело чувствовать, то моментально он отказывается от работы. То есть у нас, к сожалению, такая выстроилась модель, что это не заслуженный отдых в 65-63, а это возможность тянуть, пока тянется. Вот в чем дело. Есть такая, не знаю, концепция у отдельных политологов, что вот из-за бюджета может развалиться нынешняя коалиция или нынешнее правительство. Как ты относишься к этой концепции? Я традиционно сказал бы да, разногласий много, держится эта коалиция как бы на соплях, грубо, но справедливо, у них постоянные конфликты. Сегодня, например, по голосованию по одному основному закону, который касался называемого ОИКи, добавляемой, сегодня коалиция разошлась. То есть фактически за счет оппозиции был принят в первом чтении, но в любом случае я видел разногласия. По многим вопросам, связанным с налогами, я тоже вижу разногласия. То есть одни говорят, что необходимо вводить минимальную социальную плату, другие говорят, что не надо. Но в связи с тем, что денег в бюджете достаточно, я еще раз говорю, что европейские, ну начнем, честно скажем, что у нас оказание помощи населению, которые попали в кризисную ситуацию, было минимальное, очень несправедливо. Абсолютно. Это по-своему, по-простому, было мизерным, действительно. В связи с тем, деньги запланированы большие, европейцы поддерживали много интенсивнее своих, там действительно падение глубокое экономическое в европейских странах даже богато. В Латвии как-то выскочило с пандемии, или как с начала этого кризисного момента, более-менее бюджетно хорошо. Да, поступления упали, да, действительно был недобор, но опять же за счет сферы обслуживания, за счет ПВН, то есть какие-то позиции провисли, но зато европейцы, планово выделили всем странам довольно крупные гранты, субсидии на ликвидацию проблем. И у нас, как бы, чиновники подсуетились, и бумаги написали хорошие. Поэтому, чиновники, финансовые возможности будут и в будущем году, и в этом году еще будут. То есть, в любом случае, под преодоление кризиса, если бумаги составлены хорошо в странном управлении, финансирование получить можно. В том числе и нету больших проблем с бюджетом, так как разрешается уже нарушить фискальную дисциплину, разрешили делать большой дефицит и разрешили взять в долг. Понимаешь, какая-то интересная вещь. То есть, европейцы вообще было священо. Да, да, да. Поэтому за счет увеличения бюджета, точнее, за счет увеличения дефицита бюджета, за счет увеличения долга, конечно, здесь все разногласия будут упразднены, и любители тюрьмы будут строить тюрьмы, любители концертных залов будут строить концертные залы, а государственная телевидение первый раз в истории Латвии получит такое финансирование, которое только мечтали в разные годы. Несмотря на кризис, да. Да, и они выйдут даже с рекламного рынка. Представляешь, мы настолько стали богатыми, что мы можем для госрадио и телевидения отказаться от рекламы, и весь бюджет будет субсидироваться в счет государства. Поэтому в данном случае не будет разногласий. И журналисты не будут критиковать государственные, потому что они первый раз в истории получат четкое финансирование, и не надо будет там больше ни за кем бегать, уговаривать заключать рекламные контракты. Ну, надеемся, что коммерческие телевидения поднимут этот рынок, который окажется невостребованной, и увеличат и качество, и гонорары журналистам, или зарплаты, наконец, журналистам. И что коммерческая телевидения, она стоит более привлекательной, и не будем мы опять смотреть сервер, который уже немодный и 10 лет. Поэтому в данном случае посмотрим, как потребители отнесутся к увеличению финансирования для средств массовой информации государственного формата. Да, вот если мы вообще говорим о социальной сфере, и эта тема фактически очень важная и для твоей работы в комиссии по социальным делам. Вот что, вот кроме доплат к пенсии, вот пособий, в том числе, вот поддержки инвалидов, что еще вот важно? Знаешь, ты меня напомнил здесь по поводу этих ковидов, всего остального, я письмо написал в Министерстве Благостани, я хотел узнать, какие доплаты, ну или премии, для народа понятней, были выплачены работникам, которые работали на передовой. Социальные работники? Ну да, прежде всего, конечно. Вот это в агентстве обязательства социального страхования? Да, но люди, которые в социальных домах работали, которые встречались с пациентами, которые не знали, насколько пациент является в зоне риска, не является, которые, по большому счету, каждый раз в своей жизни. И тут у меня такие были сумасшедшие цифры, что там 40 чиновников получили, по-моему, 35 тысяч евро, ну на всех, да, а там 260 тысяч этих работников получили 26, то есть в среднем получилось так, что они получали сотни тысяч, ой, сотни евро за работу во время пандемии, а работники, которые непосредственно работали с клиентами внизу, как говорится, нашей социальной жизни, они получили копейки. Вот это тоже вполне очень приятно, так как я думал, что это доплаты всевозможные, которые были введены для того, чтобы поддержать отрасль, медицину, социальную сферу, как раз были переспределены очень некорректно, поэтому у меня было еще одно письмо, я еще не получил ответ, где я хочу узнать, как эти выглядят 40 работников министерства, которые рисковали жизнью и здоровью и получали такие крупные доплаты к своим заработным платам. И хочу узнать тех героев, которые получили, как сказать, копейки, работая на передовой, встречаясь с пенсионерами, обслуживая людей с инвалидностью в домах, которые теоретически могли быть больны как раз этой заразой. Самое ужасное, что у нас вроде бы статические данные были хорошие по преодолению кризиса, связанные с пандемией, но социальные дома пострадали. То есть реально у нас очень много было зараженных, потому что сами мы прекрасно понимаем, что любой сердечный приступ, любая проблема в социальном доме заканчивалась вызовом скорой, скорую возила в больницу, там восстанавливали человеку здоровье более-менее, он возвращался без всяких карантинов опять в свою же среду, в свою же социальный дом опеки, и он мог принести с собой в том числе и заразу. Были несколько таких случаев в Латвии, которые очень крупно-мостобно зацепили людей, которые находились в тяжелом состоянии, это по состоянию здоровья и по состоянию возраста. Поэтому в данном случае я бы очень хотел, чтобы этим людям платили бы денег, которые медперсонал обслуживал всю эту цепочку, а получилось, как всегда у нас, к сожалению. Но буду качать дальше тему, то есть попытаюсь вывести опять же министра на разговор, почему тебе чиновники получили, работая с документами больше, чем люди, которые трогали людей. – А министра благосостояния вот сейчас, в принципе, чуть-чуть вошла в кост дела? – Нет. – Потому что одно время казалось, что это совсем не ее тема, и она далека от нее. – Еще раз нет. – Нет, да, потому что человек не старается, и она приняла свою роль в том, что она ничего не понимает, но зато она красивая. Если не верите, прочитайте ее последнее интервью в журнале «Ева», где она четко рассказывает. Да, ну такая я есть, примите мне такую, какую я есть. То есть Латвия, значит, такую заслужила. И на вопрос… – Замечательная позиция. – Нет, ну ты говоришь, там же первое, я просто не буду заниматься сроком. – Она, кстати, по-прежнему еще мандат депутата Сима нечего. – Да, и насколько я слышал, сегодня я услышал, что она будет делегирована в Комиссию по национальной безопасности. У них там есть квотное место, и она будет делегирована в Комиссию по национальной безопасности, как представитель сегодня национальной безопасности. Ну, в общем, короче, тяжелое положение партии КПВ, ЛВ, полный голод по кадрам, и у нее спросили у этого нашего политического персонажа, Романа Петровича, «А скажи, пожалуйста, вот если тебе предложили быть с этим президентом», он говорит, «Пошло бы». А что там сложного? – Действительно. – А что там? Я просто понимаю, человек как бы универсальный, готов в национальную безопасность идти и быть министром. Да, к сожалению, это еще одна проблема, так как предыдущие министры, какие бы они ни были, они были людьми или болели темой, или они были профессионалом этой темы. То есть, по-любому случаю, с ними можно было разговаривать или профессионально, или эмоционально. То есть, или мы раскачивали тему «Помоги людям, если не ты, то кто?» или «Давай разберемся математически, как человек может прожить на условно 70 евро в месяц». То есть, в любом случае, профессиональный разговор. Сегодня разговор в никуда. Поэтому мы встречаемся завтра не с министром политической фигурой, а мы встречаемся с чиновниками, которые могут на бумаге нам рассказать, показать, которые могут впоследствии ее привести к какому-то общему знаменателю с нами, с комиссией. То же самое и с госконтролером. Почему мы начали разговор, я привлек госконтролера? Потому что нужен авторитетный человек, который ударит ей по рукам, скажет, ну не идет математическая у нас с тобой формула грубая, просто увеличить по медиане 20% от каких-то мистической цифр, которые он назвал. Ну, если бы вы видели ее презентацию по новому гарантию минимального хода, там сплошная математика. Там просто мы выходим на какую-то определенную цифру в конце. Не вначале мы закладываем вещи, которые необходимы человеку, а просто мы должны вписаться в какие-то математики. Да-да-да, и там нету человека, там сплошные цифры. Ну, может, последний вопрос, который я хотел задать, он в какой-то степени, может быть, философский. Но вот мы знаем, что, по крайней мере, правящий ритм в Латвии все эти годы, ты, наверное, не дашь мне соврать, пытается следовать каким-то указаниям ОСИД, да, вот жесткая фискальная политика до момента ковида, то есть мы всюду следуем, только не в социальной сфере. В социальной сфере мы считаем, что все те, не знаю, конвенции, установки, даже примеры других стран Европейского Союза на нас не распространяются. Совершенно верно. Так есть? Поэтому сегодня появилась информация, можно проверить сегодня в интернетских лентах, что есть заключение опять очередных экспертов, которые проводили, что мы самая социально незащищенная страна. То есть у нас сегодня для того, чтобы доказать, что мы социально незащищенные, необходимы не только решения парламентской группы, люди, которые активно работают в этой сфере, когда мы критикуем принятые решения. Мало даже то, что госконтролирует говорит, что у нас система пособия абсурдная и не доходит до потребителя в нужном формате. У нас два консульных суда, которые тоже очень лояльны государству. Я всегда признавал то, что у нас консульные суда все-таки больше, чем конституция, больше любят государство и кабинет министров, чем тех, кто подает заявки туда. Но даже они сказали, что все плохо. И все равно мы тупо упираемся в то, что какая-то политическая воля или какие-то определенные цифры в конце не дают возможности нам развернуться. Я согласен, что необходимо развивать инструкцию, я согласен, что необходимо создавать и культурные памятники, и возможно строить спортивные залы и так далее. Но мы необходимо все-таки озерировать необходимые финансовые средства для того, чтобы помочь людям. Я еще раз говорю, что в данном случае неустроенность людей сегодня, которые получают пенсии и пособия, оно моментально передается всем остальным. То есть и инвесторы не любят такие страны, и не любят бизнес в такие страны, и мы не сможем прилечь сюда рабочие руки, если они видят наше отношение к людям, которые находятся в бедном положении. У нас не хватает, мы с тобой уже говорили, порядка 300 тысяч работающих, которые платят налоги. Но никак мы не привлечем их никакими красивыми плакатами, если мы реально показываем, что мы относимся к людям, которые попали в сложную ситуацию, плохо. Это как бы это критерии мировые. Если мы относим плохо к детям и к пенсионерам, значит в принципе страна мы не являемся развитой. То есть мы можем закрываться с тобой демократическими процессами, может быть самые демократические выборы у нас самые красивые, возможно, толерантные депутаты и всевозможных цветов кожи и ориентации. Ну вот это самое главное. Для меня лично, мне кажется, что все прекрасно понимают люди, которые все-таки отслеживают наши политические процессы. Да, ну что ж, будем действительно надеяться, что хоть какой-то прогресс будет и в социальной сфере, тем более, как показала практика, вот, ну, хорошо, ковид, уже можно спокойно от жесткой фискальной дисциплины отходить. Может, я помню, что когда оппозиция, в том числе ты с трибуны еще до ковида выступала, я говорю, ну, как же так, вот этим надо, этим надо помочь в социальной сфере. Говорят, да вы что, фискальная дисциплина, у нас совет по фискальной дисциплине, Брюссель. А теперь, говорит, нет, уже можно, уже можно. Ну да, но вот я одно скажу, что эти напечатанные деньги, то есть, все-таки идет, как называется у нас… Станок включен. Да, станок включен, и у нас даже есть термин, не у нас, даже европейские, вертолетные деньги, когда на страны Европы деньги раскидываются с вертолета, то есть, без цели. И эти вертолетные деньги, к сожалению, повлияют в будущем на все экономики, я думаю, что будет очень большая инфляция в будущем, потому что эти деньги надо будет как бы изымать с оборотов. И мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, будут изыматься не так, когда какие-то бленные вещи будут настолько дорогие, что мы опять не сможем и приобрести. То есть, я имею в виду, например, новый аэтотранспорт, новые квартиры, то есть вещи, которые очень четко действуют на излишнюю финансовую массу. То есть, если бумажа станет больше, да, не заработана на территориях Европы, то, естественно, это даст всплеск в другом формате. То есть, страны начнут по-другому вести, а мы говорим, как потребители, так как у нас все-таки позиция, мы приобретаем в Европе больше, чем продаем. Поэтому в данном случае некоторые товары и услуги для нас в будущем, возможно, не через год, не через два, но станут намного дороже, и денежную массу будем откачивать, ну, европейцы будут откачивать. Андрей Клементьев у нас был в студии, депутат СИИМа от Факции Согласия. Большое спасибо. Спасибо.